Вы когда-нибудь задумывались на те, что люди становятся богатыми за очень короткие сроки, а другие не могут найти себе даже подработку? Оказывается, существуют привычки, которые мешают разбогатеть и изменить что-либо в вашей жизни. Давайте рассмотрим сегодня отдельные из них. Если вы не умеете настоять на своем, это и есть одна из главных причин неудач в вашей жизни. Возможно, вы замечали за собой, как вам приходится, откладывая свои дела, помогать другим с решением их проблем, которые вас окружают. Будь это дети, соседи, родственники, знакомые и так далее. Стоит вам только раз оказать помощь, как это будет повторяться из раза в раз. У вас просто не останется время на достижение определенных целей в вашей жизни. Если вы убеждены в том, что перемены в жизни ничего хорошего не приносят, у вас может улучшиться финансовое положение, но для этого нужно поменять работу или место проживания. Но вы начинаете сомневаться в правильности такого шага. Появляется неуверенность в действиях, вы боитесь рисковать, а значит ничего нового в вашей жизни не произойдет. Очень часто вы живете одним днем, не мечтая и не строя никаких планов на будущее, поэтому у вас появляются ненужные траты денег. Все это вместо того, чтобы накопить денег на крупные дорогостоящие вещи, все, что есть, тратится, берутся новые кредиты, о которых что нужно? Нужно погашать. Поэтому вкладывать нужно только в то, что приносит вам деньги, а потом их тратить так, как вам действительно их захочется. Плохой привычкой есть то, что вы начинаете себя жалеть. Не та работа, не то образование, не так складывается личная жизнь и так далее, и так далее. Жалость к себе по любому поводу мешает движению вперед, и вы стоите на месте. Вокруг вас одна рутина. Вы, сидя дома, никогда не станете богатым. Связи в человеческих отношениях играют большую роль, помогают стать успешной личностью. Поэтому нужно не бояться заводить новых знакомых, научиться высказывать свое мнение и быть инициатором. Вы никогда не станете успешным человеком, если будете хвататься то за одно, то за другое дело. Если вы не будете упорно следовать одной цели, вы не сможете ни в чем преуспеть. Нужно четко знать, чего вы хотите добиться, каких результатов, чтобы они приносили вам реальный доход. Если вы привыкли тратить свои деньги на всякую ерунду, вместо того, чтобы совершать хотя бы небольшие вложения в ваше будущее и ваших детей, например, вкладывать деньги в валюту, возможно, это в будущем поможет увеличить ваше благосостояние. Не следует тратить всю зарплату за несколько дней. У вас должен быть ваш, как говорится, золотой запас, который вы сможете со временем вложить в какое-то дело, заставив деньги работать на вас. Остальную часть денег научитесь тратить рационально, чтобы хватало и на питание, и на одежду, и на другие расходы. Вы упорно держитесь за свои знания, не замечая того, что они устарели. Вы пытаетесь их применить, не понимая того, что время ваших знаний ушло. Вы не хотите прислушиваться к мнению других, не хотите учиться, посещать полезные курсы, читать новую литературу. Вы, видя себя таким образом, никогда не сможете вырваться из своих проблем и неудач. Вы хотели бы много зарабатывать, но к решительным действиям, к сожалению, не готовы. Вы пытаетесь дождаться подходящего момента, а он не спешит появляться в вашей жизни. Конечно же, для осуществления каких-либо идей нужны деньги, но не всегда. Да, часто умелые руки могут быть залогом успешного вашего дела. Чем же отличается обычный человек от успешного? А тем, что у него на жизнь нет никаких планов, никакого списка дел для того, чтобы внести какие-то реальные перемены в жизнь. Нужно научиться планировать свою жизнь, как на завтрашний день, так и на много лет вперед. Стараться следовать этому плану, и вы увидите, какие замечательные перемены наступят в вашей жизни. Ваша цель должна быть конкретной и четкой, но в то же время достижимой. Накопление хлама в квартире – это еще одна из привычек бедняков. Часто люди хранят сломанные вещи, порванную одежду, а также и ту, что не подходит по размерам или вышла из моды. Какие-то ненужные запчасти, сломанные экраны, инструкции к старой технике, подписки журналов. Весь этот хлам пропитан негативной энергией. Денежная энергия не может пробиться в это захламленное жилище. Нужно очистить его от всего ненужного, продать, раздать, выбросить, сократить количество вещей до необходимого. Очень часто вы обсуждаете своих знакомых с другими людьми, почему и где они так много заработали, как они хорошо живут, и эта привычка тоже не из хороших. Вам нужно выбираться из такого круга друзей, потому что у таких людей мысли негативные. Постоянное нытье ничему хорошему не приводит. Постарайтесь общаться с людьми, которые мыслят по-другому и уже чего-то действительно добились в своей жизни. Но чтобы ваша жизнь не стояла на месте, нужно научиться менять свои привычки. Нужно учиться ставить перед собой цели, все новые и новые. Тогда ваша жизнь изменится и заиграет новыми красками. Если вы искорените ваши плохие привычки, это будет шагом к тому, что со временем вы станете благополучным и счастливым человеком. Мы вам желаем жить в изобилии, в достатке и благополучии. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк в комментарии, напишите цветы. Пусть вам это принесет изобилие, достаток и благополучие в жизни. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся уже с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok